Уважаемый господин, первый министр, я говорю по-русски, потому что премьер-министр, это французское слово, по-русски первый. Председательство этого министров, сложная конструкция. Когда научимся по-русски все делать, может быть, будет лучше. Я буду осторожен, потому что прямой эфир, может быть, опять окажется беременным где-нибудь рядом, или не русский, или не православный. Поэтому буду предельно осторожен. Вот здесь вспомнили про греков Геннадий Андреевич. Самые нищие, и Кипр рухнул. Почему? Православные. Самые богатые протестанты и католики. Лучше из всех славян устроилась Польша. Она сразу приняла католицизм, чтобы не было цивилизационного разрыва. Чего князь Владимир взял православие? Да поди дешевле. А скупой платит дважды. Католики подороже попросили. У мусульман много ограничений. Нужно было или с католиками быть, или с мусульманами. Мы одни остались. Мы одни остались. Где Константинополь? И нищая Греция, нищий Кипр. Это цивилизационный момент. Тоже надо понимать. Я понимаю, не исправить сейчас. Мы не будем возвращаться в 988 год, тысячу с лишним лет. Надо понимать, когда выбираете, выбираете то, что на века, а не то, чтобы на пять лет, как советская власть. Хорошая власть, но где она? Она кончилась. Не то выбрали опять. Ленина, поздравляю, вспоминают про Ленина. Я тоже могу вспомнить. Я хочу вам напомнить. Самое страшное сегодня на Украине, это русофобские настроения. Это не экономика. Деньги найдут, они не бедные. Коммунизма нет уже. Это русофобские настроения. И кто их воспитал? Товарищ Ленин. Зачитываю. Ленин. Русский человек, плохой работник. Ивашек надо дурить. Без одурачивания Ивашек мы власть не захватим. А на Россию мне наплевать. Русские говнюки. Ищен русский человек, великоросс, шовинист. В сущности, подлец и насильник. Все слова Ленина из разных произведений. Откройте все. В плену около миллиона казаков. Ленину резолюцию. Расстрелять всех до одного. Значит, Ленин большевикам в Пензу повесить. Непременно повесить, чтобы народ видел не менее ста зажиточных крестьян. В конце 1917 года предложил расстреливать каждого десятого тунеядца. В этот период массовая безработица в стране. Советскому представителю Швейцарии Ленин приказал. Русским дуракам раздайте работу. Пусть посылают сюда вырезки из газет, а не случайные номера. Как делали эти идиоты до сих пор. Ленин все это пишет. Брать в тылу заложников. Ставить их впереди наступающих частей красноармейцев. Стрелять им в спины. Посылать красных головорезов в районы, где действовали зеленые. Вешать под видом зеленых чиновников. Богачей. Попов. Кулаков. Помещиков. Выплачивать убийцам по 100 тысяч рублей. Сегодня в Днепропетровске выплачивают по 10 тысяч долларов. Россия. Тюрьма народов. Это Маркс и Энгельс. Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Это Маркс и Энгельс. Памятники стоят рядом. Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. Чтобы стать господином над монголами, Московия должна была татаризироваться. А чтобы стать господином над Западом, она должна цивилизоваться, оставаясь рабом. Ненависть к русским была и продолжает еще быть у немцев их первой революционной страстью. Только при помощи самого решительного терроризма против этих славянских народов можем им совместно с поляками и мадьярами оградить революцию от опасности. Мы знаем теперь, где сконцентрированы враги революции. В России и в славянских областях Австрии. Беспощадная борьба не на жизнь, а на смерть со славянством, предающим революцию. Борьба на уничтожение. Это вас. И беспощадный террор. Это против вас. Это классики марксизма-ленизма. Западноевропейская рабочая партия, сегодняшний Евросоюз, вынуждена бороться не на жизнь, а на смерть с русским царизмом, с советским коммунизмом и сегодняшней Россией. Это все написано в теории во всех. Французский, француз-русофоб Докустин. Политическое состояние России может тратко прилетать так. Это страна, где правительство говорит все, что пожелает, потому что только оно и вправе говорить. Слава Богу, прошло 150 лет, у нас уже другое правительство. Получилась формула развития. Запад. Все делает народ, правительство сдерживает, чтобы слишком не разбежались. В России народ молчит, Столыпин, Горбачев, все делает правительство сверху. Вот причина неудачи. Народ должен делать. А правительство, как модератор, корректирует. Ребята, слишком право, ребята, слишком лево, слишком быстро. У нас этого нет. Правительство сверху пытается, Столыпин сверху, Сталин сверху. Значит, Косыгин сверху. Все сверху, Дмитрий Анатольевич сверху. Потом вы удивляетесь, что результаты не очень хорошие. Излишний бюрократизм чиновников. Москва, Бирюлева. Звоню в понедельник. Хочу переговорить с начальником управы. В пятницу с трудом она соглашается со мной поговорить. Это я. С моим положением. Как простой человек достучиться? Никогда. Чиновник не хочет повернуться к нашим гражданам. Поэтому какие успехи ждать. В другом районе, Московская область. Два года не могут люди модернизировать дорогу. За свой счет. Денеги надо. Нужно 42 справки, которые совсем не нужны. И два года ждать. Параллельный проект 17 дней ждут. Дали взятку. Сегодня происходит. Сегодня. Поэтому мы не даем возможности заниматься малым бизнесом. Каждое утро по всем каналам нам кого показывают? Артистов. День рождения. Вышел фильм. Вся страна хочет быть что? Артистами что ли? Такого нет ни в мире. Покажите хорошую жизнь какого-то успешного человека. Только артисты. Каждый день. Дата. Очередная дата. Ей-то бабушке 60 лет. Теперь ей 65 лет. Где она пела? Куда ходила? Сколько мужей? Какие дети? Суррогатные? Не суррогатные? Чему учат страну? С утра в хорошее время вся страна знает все постельные дела всех артистов нашей страны. А вечером ЧП. ЧП. Петровка 30 лет. Убивают. Вечером. Утром эти смазливые лица. Вечером сплошная трагедия. Убивают. Арестовали. Наркотики. Задержали. Федеральный розыск. Что делать? Что смотреть человеку? Мы же его самого толкаем. Очередной раз раскрыли подпольную фабрику. Только вьетнамцы это делают. Сьют одежду. Что делают? Закрывают. И вьетнамцев депортация. Расходы. Что я предлагаю. Оставьте вы в покое вьетнамцев. Они никому не мешают. Никаких антивьетнамских настроений. Легализуйте фабрику. Поставьте русского директора. Русский бригадир. Бухгалтер. Пусть работают. И вместо того, чтобы везти ширпотреб. Издалека они нам сразу привезут на наши прилавки. Почему мы тратим деньги, чтобы нормальных, честных, хороших вьетнамцев, которые нас любят и верят, только их депортируют. Все, единственные вьетнамцы, честные и хорошие, вот их депортирует наша ФМС. Оставьте их в покое. Легализуйте все фабрики, где работают вьетнамцы. И они покажут, как надо работать день и ночь. И делать дешевую продукцию и ширпотреб. Все договоренности с Украиной бесполезны. В этом зале в 1997 году только фракция ЛДПР не поддержала договор о дружбе. Мы понимали, ничего не получится. Харьковские соглашения 2010 года только ЛДПР не поддержала. Обе палаты проголосовали. Вы додружились? Когда русского, то что он русский, сбрасывают с моста вчера ночью. В Киеве бьют, избивают, пытают кандидатов президента, разделят догола. И ходят, показывают его трусы. Большего маразма. Русофобии нету. Снимают памятники Ленину. Рвут его портреты. И поджигают квартиры КПУ. Это вот ваш договор о дружбе. С кем вы дружите? Вы справа узнаете, с кем вы заключаете договор. Это же все предали. А за все годы, Дмитрий Анатольевич, вам же доложили чиновники. За 20 лет мы потеряли 250 миллиардов долларов. Дешевый газ, скидки, беспроцентные кредиты. Это каждый год, это 10 миллиардов. Это сколько дорог постойки, сколько детских садов, сколько жилья. И кому отдали? Те, кто зовут НАТО сюда. Те, кто говорят, Россию сделают выжженной пустыней. Бомбить ее. Это им вы дали 250 миллиардов долларов. Так нельзя делать. Единственная фракция, я говорю, останавливала. Имейте право. Имейте плюраизм. Но все же вы ошибку совершили. Так ее признайте ошибку. Премьер-министры разные. Уже, наверное, 11-й, 12-й. А вы здесь сидящие 20 лет. Не так голосуете. Учитесь у ЛДПР. И продолжаем помогать. Всем советским республикам. Продолжаем помогать. Если мы продолжаем помогать, значит, Советский Союз не кончился. Давайте восстановим СССР. Союз свободных социальных республик. Давайте весь русский мир восстановим. У нас будет несколько столиц. Москва политическая, Киев, Петербург, Ростов, Нижний Екатеринбург, Новосибирск, Ховаровск. 8 столиц нашего славянского мира. Назовем страну Словения, если бояться слова русский. Но мы же содержим их всех. До сих пор содержим. Поэтому колхоз создать давайте. Депутат Пономарев. Добавьте минуту. Владимир Владимирович, завершайте, пожалуйста, в течение минуты. Алексей Алексеевич Пономарев хорошую идею подал. Я с вами согласен. Крупные хозяйства. Давайте эксперимент. Я вношу ЛДПР 3 га земли под Москвой. Дайте вы от КПРФ. И на 6 га мы создадим за полгода мощнейший колхоз. Давайте. Ну давайте 60. Вы начинаете опять спорить, поломейцы. Я говорю, давайте, я вношу. Вы что вносите? Метр даете хотя бы? Мы готовы платить скот, машины. А вы только говорите, не надо, плохо. Давайте сделаем хорошо. Давайте покажем. Вы даете, Зюганов? Вот 3 га даю. У вас что, 300 метров есть? Несчастный, бедный. Давайте покажем, что действительно Пономарев. Вы правы. Крупное хозяйство будет успех. Надо показать. Под Москвой. Туда министров привезли и сказать. Видите, молока больше, шерсти больше, мяса больше, пшеницы больше. Мы готовы. Вы готовы, коммунисты? Нет. Ничего не можете. Только критика. А ЛДФР конкретная прагматическая политика. Да здравствует ЛДФР! Спасибо, Владимир Владимирович. Продолжение следует.